Механизм реакции замещения Механизм реакции называется свободно-радикальным Если учесть, что реакция является замещением В английском языке замещение обозначается буквой S И происходит название от английского замещения И радикальный механизм обозначается буквой R От названия английского радикал Итак, в чем суть этой реакции? Я напомню, что механизм этой реакции мы разбирали на взаимодействии То есть касались этой темы, когда разбирали, как метан реагирует с хлором Происходит эта реакция на свету И, например, на первой стадии получаются хлорметан и хлороводород Но на самом деле реакция идет не столь быстро И реакция идет по определенным стадиям Первая стадия носит название инициирование Или ее называют еще иногда реакция зарождения цепи Оказывается, свет, который нужен как условие этой реакции Нужен для того, чтобы разорвалась молекула хлора И в этом случае происходит разрыв гомолитический То есть хлор разрывает связь так, что он остается каждый со своим неспаренным электроном То есть свет, оказывается, нужен именно для этого И тогда в результате реакции получается хлор У которого будет один неспаренный электрон Такая частица будет называться радикал Время жизни радикалов очень малое И составляет 10 минус 8 от секунды То есть это настолько маленькое время В силу того, что радикалы чрезвычайно активны И тогда дальше, после того, как произошел вот такой гомолитический разрыв Происходит образование, происходит дальше путь второй стадии Она называется развитие цепи Развитие цепи Теперь хлор А для простоты я давайте покажу хлор только с его неспаренным электроном Остальные электроны остаются прежними И возьму теперь метан Его я также покажу электронную формулу А молекула метана чрезвычайно прочна И связь, которая имеет углерод с водородом Светом разорвать невозможно Но хлор-то очень активный И тогда хлор разрывает связь с одним из атомов водорода Между углеродом и водородом В качестве продукта реакции Образуется хлороводород И в результате метан У которого остается один неспаренный электрон После отрыва водорода Превращается в радикал метил И это теперь тоже радикал И он также очень активный Теперь радикал метил Далее вступает в следующее взаимодействие Но теперь с молекулой хлора Не все молекулы хлора обязательно должны превратиться в радикалы И я опять-таки покажу только электронную пару Которая есть между хлором Происходит разрыв этой связи И соответственно образуется Я напишу коротко CH3 хлор Все, получился хлорметан А в это время хлор второй Становится опять-таки радикалом И дальше реакция продолжается Этот хлор Или какие-либо другие частицы радикалы Вступает во взаимодействие Уже теперь с хлорметаном Например, вот так Если у нас хлор будет расположен И опять происходит то же самое Разрывается связь Образуется H-хлор И вторым будет получаться Остающийся после отрыва Здесь радикал И получается вот такая частица И так далее И все это происходит Следующий этап Следующий при этом Смотрите На первом этапе мы показали H-хлор получился Остался радикал углеводородный Здесь радикал хлор А получился производная метана Опять-таки на следующий H-хлор И остался галоген производный Радикал углеводорода И так далее И все это происходит Пока не наступает Третья стадия Она называется Обрыв цепи Обрыв цепи И произойти он может В самом разном варианте Но для этого Должно произойти следующее Например, метильный радикал Может вступить Во взаимодействие Например, с хлоррадикалом Они могут встретиться И тогда образуется CH-3-хлор И это вещество получилось Обратите внимание Здесь у нас В ходе второй стадии Последующим взаимодействиям А здесь он может Получиться именно так Когда встретились Два радикала Но хотела бы Обратить ваше внимание На тот факт Что механизмом этим Весьма очень сложно управлять Поэтому ничего не мешает Например, радикалу метил Встретиться с таким же Радикалом метил И тогда мы получаем Вообще-то побочный продукт Этан А этан может вступить Во свое взаимодействие И процесс обрыва Может происходить Как угодно И потом это Последующие продукты Которые даст Этан В ходе этой реакции Поэтому Такой реакции Весьма трудно управлять Но тем не менее Механизм этот Разобран Теперь известно Как протекают Такие реакции Замещения Причем по такому же пути идет И нитрование И другие реакции Галогенирования И с бромом И с йодом И с Например СО2 И хлором Происходит взаимодействие За открытие механизма Этой реакции Семенов получил Нобелевскую премию Ну и в механизме Мы теперь Также с вами Разобрались Ну а на сегодня У меня все До свидания Ребята Субтитры сделал DimaTorzok